Всем привет! Вы на канале Бензоремонтник. Сегодня у нас тема пойдет про леску. Какую же леску нам купить? Вот пришла весна, смотрите, а трава уже по колено. Или у кого-то может даже побольше будет, и по пояс, может даже и повыше. Чем же ее сбить? Как скосить? Приходите, берете бензокосу, а лески нету. Что мы делаем? Берем и идем в магазин. И спрашиваем, есть у вас леска самая лучшая на триммер. Обычно так делают, кто не приходит и сразу говорит, дайте мне самую лучшую леску. Но в магазине не продается плохой лески, она вся хорошая. Нужно самому подобрать оптимальную леску, которую вам именно надо для вашего триммера. Как подобрать леску для триммера? Во-первых, надо учитывать мощность мотора. Если у вас мотор слабый и поршневая скажем, маленькая, значит, вам нужно тоньше леску. Если у вас поршневая побольше, там 40-го, 44-го диаметра, 44-го это уже самое мощное, там уже можно леску и 4, и 4,5, и 3,5. Ну, вообще оптимальная для любого триммера, даже мощный, не мощный он там, тройка. А там уже берут 3, и 3,5. Вот так. 40-го поршневая спокойно тройку тянет. Так, теперь какую нужно брать леску? Вообще-то есть леска всякая. Там 6-ти гранная, 4-х гранная, есть круглая, есть крученный квадрат, крученный квадрат, крученный квадрат. Короче, лески полно. Даже не только. Легатор, вот, его порезали тут и квадратными кругами, и сделали квадрат, и еще порезали. Короче, типа, сделали зубы, как у крокодила. Но режет она, я так скажу, хуже, наверное, чем вот эта круглая. Потому что у нее уже есть надрезы, и когда попадает в сетку, или в камни, или где-нибудь зацепляется, ее быстро отрывает. Хотя она не дешевая. Это дорогая леска. некоторые предпочитают, приходят, думают, когда там что-то в середине есть, ну вот, здесь вот, будто есть нить, здесь вообще трос. Думает, триммер, когда заправили, будет целый сезон косить. Я бы вообще такую не брал. Ну, люди просят, мы привозим. Это лично мое субъективное мнение. Может, кто-то думает по-другому, лично для меня, вот, из практики, лучшая леска это круглая. Круглая леска, она всегда энергодинамичнее и намного лучше косит. У нее нет вот этих срезов всех, как на четырехграннике. Вот, взять круглую леску, срезать с четырех сторон, и получится квадрат. Но она все равно будет тройка. Что это тройка, что это тройка. Ну, представьте, если взять даже с того черенка или еще-нибудь срезать лишнее, где будет крепче? Круглую или в того, что срезали? Как подобрать леску личную для себя, чтобы она была действительно вам подходила, какая нужна? Приходите в мазин и берете леску, если есть, конечно, в мазине где-то выбор нормальный, приходите и берете каждую леску по метру. Если вы определились, что вам нужна леска тройка, значит, приходите и спрашиваете, дайте мне леску тройку, все, что у вас есть, по метру. Приходите домой и начинаете работать. Вот, это, например, дольше работает, это еще дольше, это вообще быстро оборвалось, это вообще не работает. Ну, это, к примеру, вы уже определились для себя, какую взять, чтобы не потерять лишние деньги и не так, что сегодня вы набрали какой-то лески, вам сказали, что это самая дорогая, самая лучшая. Вы ее взяли 10 метров, пришли домой, она у вас ничего не поработала, а такое вы можете за эти деньги взять, если это 5 рублей стоит, а это 2,50 стоит, взять 20 метров, а эту только 10 взяли. Вы потеряли деньги и труд намотки и всего остального, а толку с этого ноль. Так, еще надо учитывать, что у каждого разная трава, ну и разные периоды скоса, например, весна, сочная трава, туда надо более, даже подойдет любая, даже самая-самая простая леска. Если уже сухостой, туда надо более толстую леску, так как тяжелее ее косить. Если осень, на осень вообще желательно даже не леску, а брать, чем-то перебивать, как из бензиновых пил, там есть такие катушки, есть у нас можем показать вот такую, которая рубит все, вот, на разные периоды разная леска. все, не буду занимать ваше время. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, кому понравилось видео, до новых видео. видео. До новых